Вот вам загадка. Какой типа японский автомобиль стоит дороже Гранты, но дешевле Логана? Шесть букв начинается на D. Да-да-да, Datsun с моделями Ondo и Mido, которые сейчас продаются по весьма привлекательной цене. Но стоит ли покупать такой автомобиль или привычная всем Lada будет более правильной покупкой? Вот об этом сегодня и поговорим. С вами Петр Баканов и программа «Поддержанные автомобили». Ну что, Datsun, тряхнем молодостью. Возрожденная марка Datsun вышла на мировой рынок, используя бизнес-формулу «глобальный бренд, локальный продукт». В России таким локальным продуктом оказались седан Datsun Ondo и хэтчбэк Mido. Эти модели созданы на основе Вазовской Гранты и Калины. Четырехдверный Ondo встал на конвейер летом 2014 года, а пятидверный Mido на полгода позже, в феврале 2015. С ценами на «Поддержанные экземпляры» полный порядок. Самые старые экземпляры продаются за 200-250 тысяч рублей, а машины, которым всего 1-2 года, могут стоить 500-600 тысяч, что тоже выгодно. Самый главный вопрос – а чем Datsun вообще отличается от Lada? Тем более, что собирают машины на одном конвейере. Этой теме, пожалуй, стоит посвятить отдельную главу нашего рассказа. Первое и самое главное отличие – во внешности. В частности, седан получил другие задние стойки кузова. У исходной Гранты врезаны маленькие окошки, а у Datsun таких нет. Вдобавок, японская модель российского происхождения отличается более длинным задним свесом. Благодаря такой трансформации Ondo готов похвастаться огромным багажником. Объем трюма составляет рекордные 530 литров. Также у Datsun в салоне появилась иная передняя панель и другие доработки. Например, оригинальная комбинация приборов. К слову, сами приборы выглядят намного лучше, чем на машинах моложе осени 2017 года, как в нашем случае. У современных автомобилей жидкокристаллический дисплей выполнен на темном фоне. Благодаря модернизированным замкам и новым ограничителям двери открываются мягче. Но когда их закрываешь, внутри стоит такой же звук, как и в консервной банке. В салоне пассажиров встречают другие кресла. Они отличаются более плотной набивкой и улучшенным профилем. Но посадка за рулем все равно достаточно вертикальная и поясничного подпора не хватает. Зато создатели Datsun поработали над улучшением шумоизоляции. На днище кузова, колесных арках, крышке капота и моторном щите уложены более толстые ковры. Кроме того, технологические отверстия закрыты заглушками, а сопряжение деталей под передней панелью проложены матерчатыми и резиновыми уплотнителями. Стенки багажника обшиты шумоизоляционными матами. Продолжает перечень доработок мягкий сильфон выпускной системы, а также переработанные кронштейны глушителя. Последние закреплены к лонжеронам, а не к полу, что заметно снижает вибрации, передающиеся на кузов. Обе модели Datsun'а построены на унифицированном шасси, который отличает тросовый привод механической коробки передач, короткий реечный рулевой механизм и электроусилители рулевого управления. Кстати, в отличие от Grand и Collin, на On-Do и Mi-Do используются только безредукторные электроусилители. Их особенность — это электромотор, который установлен непосредственно на рулевом валу без промежуточного редуктора. Чтобы педаль тормоза стала информативнее, был внедрен другой вакуумный усилитель фирмы TRV. Но даже на новых машинах дозировать усилие непросто, равно как и на новых Grand. То наоборот перетормозишь, то либо не дожмешь. В общем, такова особенность этих машин. Но благодаря другим тормозным колодкам искоренен ВАЗовский недуг в виде писка передних механизмов при торможении. Между прочим, некоторые из этих нововведений АвтоВАЗ затем внедрил и на своей модели. Но далеко не все. Так что Datsun настолько же лучше, насколько и дороже. Отметим, что большинство гарантийных случаев, на удивление, касаются всевозможных шумов. Так инженерам пришлось лечить стуки, которые возникали при перекладке колодок. А смена смазки сайлент-блоков переднего стабилизатора избавила машины от характерного скрипа. В 2016 году, после массовых жалоб на свист со стороны глушителя, производитель был вынужден сменить в состав его набивки. Если при включении климатической установки машина начинает издавать посторонние звуки, это не обязательно предрекает сложный дорогой ремонт. У машин первого года выпуска тракторное трахтение под капотом, признано нормальным явлением. Источником удивительного шума были признаны трубки кондиционера. Так что, если машина 2014 года издает странные звуки, купите специальную трубку, которая оборудована микроглушителем. К слову, дилеры марки до сих пор готовы бесплатно устранить оплошность производителя. А вот скрипящим шаровым опорам, к которым придираются владельцы, боссы марки пока должного внимания не уделили. Теперь о кузове. На него дается шестилетняя гарантия от сквозной коррозии. Вот только ждать кардинальных отличий от Гранта и Калины не приходится. Иондо и Медо прогрунтованы и окрашены теми же составами, что и Лады. Качество металла и технологии окраски аналогичны вазовским. А это значит, что машину надо тщательно беречь от сколов и царапин. А скрытые полости неплохо было бы обработать антикором. Как говорится, лишним не будет. Вообще считается, что самые качественные экземпляры моложе 2016 года включительно. Это можно заметить даже по внешнему виду. Инженеры поработали над уменьшением зазоров и качеством прилегания деталей. К салону, учитывая ценовую категорию моделей, претензий минимум. Но если сравнивать Ладу и Датсун одного года выпуска, последний будет отличаться меньшим поголовьев интерьерных сверчков. Хотя абсолютной тишины от поддержанного псевдо-японца ждать тоже не стоит, как и выдающейся долговечности деталей интерьера. А уж штатную мультимедиу подавно принято менять на устройство сторонних производителей. Новые прошивки выходят чуть ли не каждую неделю. Однако это устройство далеко от идеала. Например, на ряде машин у него зависает голова так, что ни на что не реагирует. У других машин может отказать блютуз, например, не подключать к телефону. Самый простой способ оживить данную систему это снять минусовую клемму аккумуляторной батареи. Обидно также и то, что богатырским здоровьем не отличается дорогой блок системы микроклимата. Плюс часто выходят из строя электромотор и трапеция стеклоочистителей. А вот генераторы и стартеры стали качественнее, чем 7-8 лет тому назад. Но они тоже далеки от идеала. Теперь перейдем к моторам. Японские инженеры назвали наш восьмиклапанник 1.6 самым гармоничным вазовским мотором и по надежности, и по характеристикам. У начальной версии седана Ондо он выдает 82 лошадиные силы. У всех остальных 87. С болячками здесь все просто. Главная проблема этого мотора регулярные течи масла, которые сочатся в основном из-под клапанной крышки. Вылечить недуг довольно просто, но большинство владельцев предпочитает просто доливать масло. Все остальные болезни рядной четверки лечатся тоже простыми методами. А самая дорогая несправность внезапная кончина штатного электронного блока управления марки Ителма. Хотя сейчас есть мастера, которые их ремонтируют. Встречается заблуждение, что восьмиклапанные двигатели ВАЗ-11186 имеют безвтыковую конструкцию. Но это не так. При обрыве ремня газораспределительного механизма загибаются клапаны и разрушаются поршни. Поэтому состояние ремня, роликов и помпы должно быть безупречным. При особом желании можно установить поршни со специальными цыковками. С ними обрыв ремня не грозит здоровью агрегата. Также многие ошибочно считают, что этот двигатель оборудован гидрокомпенсаторами. На самом деле компенсаторов здесь нет, и клапаны требуют регулярной регулировки. Если этого не делать, то тысяч через 30-50 они прогорят. А вот превентивная замена термостата в катушек и свечей зажигания теперь неактуальна. Видимо, поставщики автоваза стали гнать меньше брака, поэтому их изделия и служат заметно дольше. С осени 2017 года на автомобиле Датсун начали устанавливать мотор ВАЗ-21127. Это хорошо известный всем агрегат, которыми комплектовались Приоры, Калины и Гранты. При рабочем объеме 1,6 ВАЗовский 16-клапанник выдает 106 лошадиных сил. Для данного агрегата инженеры Датсун написали новые прошивки блоков управления. За счет этого ездовые повадки оказались более гармоничными. А еще муфта включения кондиционера отключается при интенсивном разгоне. А включается она только спустя 3 секунды после сброса газа. К тому же вентилятор системы охлаждения теперь включается раньше и отключается позже, что обеспечивает дополнительную защиту от перегрева. Главной слабостью 127-го мотора долгое время считалась низкая надежность газораспределительного механизма. Впрочем, в 2017 году АвтоВАЗ объявил, что причиной поломок были некачественные натяжные ролики зубчатого ремня. Как только их заменили деталями от другого донора, вопрос сразу решился. Кстати, согласно карте технического обслуживания, ремень привода газораспределительного механизма следует менять раз в 105 тысяч километров. Но мы все же рекомендуем сократить эти интервалы хотя бы до 80 тысяч километров. Заодно полезно будет обновить помпу. Стоит насос системы охлаждения совсем недорого, но небольшие профилактические траты гарантированно уберегут от дорогого ремонта. Главное, не нарваться на контрафактную запчасть. Такие, к сожалению, встречаются. Еще добавим, что важной особенностью двигателя ВАЗ-21127 является резонансная система впуска. В цилиндры воздух может поступать двумя путями. На высоких оборотах по длинному пути, а на низких через резонансную камеру. Таким образом, увеличивается полнота сгорания топлива, а следовательно, при большей мощности возрастает экономичность. Но никакими особенными проблемами такая система не грозит. А еще инженеры отказались от датчика массового расхода воздуха. Вместо него использовано сочетание датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. И это гораздо лучше, чем ДМРВ. По крайней мере, плавающие обороты перестали быть фирменной слабостью модели. Диагностика этого двигателя крайне проста. Если мотор начал троить, значит, нужно менять свечи или промывать форсунки. Стуки со стороны силового агрегата намекнут на скорую замену гидрокомпенсаторов. В общем, обслуживать и ремонтировать моторы датсунов смогут буквально везде. Плюс ресурс у агрегатов не меньше 200 тысяч километров пробега. И мелких пакостей, вроде отказывающих датчиков и термостатов, становится все меньше и меньше. Теперь перейдем к трансмиссии. В 2013 году ВАЗовские коробки передач претерпели серьезную модернизацию, получив японский тросовый привод и радикально переработанную конструкцию. Старой осталась только редукторная часть. Вдобавок, в 2016 году АвтоВАЗ изменил профиль зубьев второй и главной передач. Это было сделано для того, чтобы избавить агрегат от характерных завываний. Отсюда вывод. Чем более свежим будет автомобиль, тем меньше он будет издавать трансмиссионных шумов. Итог этих модернизаций. Трансмиссию полностью вылечили от врожденных болезней. Так что ни износа синхронизаторов, ни течи масла, которыми досаждали восьмерки и десятки, ждать не приходится. Ходят нынешние пятиступки долго, а когда понадобится ремонт, переборка совершенно точно не будет разорительной. В конце концов, новую коробку передач можно купить за 30-40 тысяч рублей. Сцепление держится под 100 тысяч километров. Менять лучше на комплект марки Валио, который стоит около 4 тысяч рублей. Точно такой же ставится и на конвейере. Хотя продавцы наверняка вам предложат и более доступные аналоги. Надежен и четырехдиапазонный автомат японской фирмы Джатко. Нормативным сроком службы автомата считаются 10 лет, но наверняка эта коробка легко прослужит дольше. Главное это сменить масло через первые 80 тысяч километров, а затем через каждые 60 тысяч повторять данную процедуру, пускай даже производитель не считает масляный сервис обязательным мероприятием. Претензии к этому автомату редкий случай. Так зафиксированы единичные случаи ударного переключения передач, но вопрос решился простым обновлением прошивки. Плюс встречались ситуации, когда коробка переходила в аварийный режим, но такое тоже случается нечасто. Слабое место данного агрегата это откровенно неудачное расположение электронного блока управления коробкой, который располагается вот примерно здесь, за этим левым передним подкрылком, вот за этим лючком. Если крышка потеряется, то электроника будет страдать от грязи и влаги, которая будет попадать внутрь. Опять же, нужно следить за наличием данной крышки. Если она потеряется, то придется покупать весь левый подкрылок целиком. Ну и также любой малымальский серьезный удар в эту часть автомобиля и машина будет обездвижена. Хотя новый стоит меньше тысячи рублей. Что касается ходовой части, то для датсунов лучше покупать оригинальные детали вместо грантовских запчастей. Так, газонаполненные амортизаторы были специально разработаны заводом СААС для японской марки. Также этим автомобилем полагаются усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости и оригинальные пружины. А если автомобиль еще не успел стоптать комплект оригинальных колес, им полагаются шины Пирели Чентурата П1, которые ставятся на конвейере. К надежности подвески претензий быть не должно. Она простая и крепкая. Если, конечно, не экономить на запчастях. А уж энергоемкость выше всяких похвал. Так что чем-чем, а ходовой датсун точно не разочарует. Но некоторые слабости все же есть. Например, задних ступичных подшипников обычно хватает на 50-60 тысяч километров. Благо, стоит новый подшипник около тысячи рублей. Плюс огорчает недолговечность шаровых опор. Но опять же, новая деталь продается за скромные 200-300 рублей. Следовательно, поломки подвески точно не разорят владельца машины. Назвать датсун иномаркой, конечно же, нельзя. Это добротный отечественный автомобиль, которому приложили умелые руки. А вот разительно ли отличается тольяттинский японец от исходной гранты, и это уже большой вопрос. Но по надежности и дешевизне обслуживания он точно не уступит ладе. Это была программа поддержанной автомобилей и я ее ведущий Петр Баканов. И помните, главное сделать правильный выбор. Желаю удачи!